Добрый день, это программа сферы спорта, микрофона Вера Власова. В минувшие выходные завершился чемпионат мира по хоккею, проходивший в этом году в Дании. Этот сезон сборная, наша сборная Российской Федерации провела довольно молодым составом. Именно о молодости в хоккее, именно о том, с чего начинается хоккей, мы сегодня поговорим с тренером хоккейной команды «Союз» Сергеем Утробиным. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Итак, начала я уже говорить по поводу окончания хоккейного сезона для нашей сборной. И в первую очередь хотелось бы услышать ваши впечатления от игры нашей сборной, от матча России-Канады в чертовой финале. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете, что вы переживали, что вы чувствовали. Хотелось бы сразу поправить. Наша команда была не одна из самых молодых, а практически самая возрастная на этом турнире. Самая возрастная? Да. Но вместе с тем опыта ей, как многие говорят, не доставало. Да, согласен. Потому что это мое мнение, что в нас в стране хоккей, на детский хоккей немножко смотрят не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы лучше развивали детский хоккей. У нас смотрят на взрослые команды в больших городах. А в таких городах, как город Киров, в принципе, вообще забывают про детский спорт. Не только про хоккей, а вообще про весь спорт детский. Да, отмечу, что Сергей является тренером, в частности, хоккейной команды «Союз-2010». Насколько я поняла, общаясь с вами за эфиром, что это самая молодая команда, которая выезжает уже на чемпионаты какие-то, на соревнования. Да, «Союз-2010», дети 2010 года пока относятся к платным группам спорткомплекса «Союз». Почему платным, сразу объясните. Потому что они тренируются, они как бы платят абонентскую плату спорткомплексу, 2000 рублей, я так понимаю, им предоставляется, ну, покупают абонементы. За эти абонементы они катаются три раза в неделю по площадке на льду, как бы в удобное время, там, в сине вечера. Это как бы для родителей это удобное время, и для детей, там, кто в школу уже ходит, они все успевают. Но с сентября месяца эту команду, этот возраст берет под себя спортшкола «Союз», и они уже будут в структуре спортшколы «Союз» числиться. То есть причина платности или бесплатности тренировок именно возрастные причины? Ну да, чем старше, там, соответственно, уже другие ребята на подходе в платную группу, там платная группа формируется где-то с четырех лет, как бы можно туда попробовать прийти. Вот. И чем старше дети становятся, соответственно, другие маленькие их подпирают, видите, жена куда-то девать детей. Вот здесь спортшкола, куда они уходят. И чем больше детей, соответственно, тем больше уровень идет уже как бы отбор. Но у нас в городе отбора как такового нет, есть только пока набор. То есть у нас не очень много жилующих ребят. Родители должны быть в таком возрасте. У нас нет такого бума, как бы, хоккейного. Но если бы вот нас как-то помогали нам, в частности, хоккею, то, может быть, у нас и был бы бум желающих, как бы, я знаю, много. Ну, он достаточно затратный вид спорта и достаточно много лежит на ключах родителей. Давайте об этом подробнее, чувствую, рвется у вас. Это негодование. Это что негодование, как бы. Нет, я не спорю, там, спортшкола, как бы, помогает детям. В частности, вот я, как бы, 2004 год веду. В этом году мы участвовали, там, и на «Золотой шайбе», и нам, как бы, давали какие-то финансы, помогали, там, выезжать куда-то на товарищеские игры, там, на соревнования, все. Но все равно, как бы, надеемся, что когда-нибудь будут помогать нам гораздо лучше. Потому что дети есть перспективные, дети хорошие есть дети. В частности, вот, 2010 год, там, хорошие ребята есть. Так что, будем надеяться, что будут помогать нам. Помогать финансово. Финансово. Да, потому что... В чем именно, куда эти финансы будут расходоваться? Я почему спрашиваю, буквально два часа назад у нас в этой же самой студии была программа «Разворотный бизнес», где как раз представители бизнеса рассказывали, как именно они помогают, либо у себя в организациях производят помощь тем, кто желает заниматься спортом. Вместе с тем это и любительский спорт, и это детский спорт. Ну, конечно же, больше внимания обращается на детей-сирот, детей с ограниченными возможностями. Но я думаю, что если речь идет о таких ребятах, которых, в частности, воспитываете вы, что они, у ребятки 2010 года уже занимают первое, да, первое место. Да, мы съездили, мы сейчас за год, за сезон мы съездили, скажем так, в трех турнирах поучаствовали. В одном турнире, там, мини-турнир был в Санкт-Петербурге, там мы заняли из восьми команд седьмое место, и помимо этого мы сыграли еще четыре товарищеских игры, там, со СКА сыграли, с командой «Олимпийскими надеждами» сыграли, и две игры «Динамо», вот, «Ротенбергская Динамо», там они открыли, вот, с ними сыграли. Ну, СКА и «Олимпийским надеждам» мы проиграли, там, в упорной борьбе, а с «Динамо» мы обе игры выиграли, там, первый и второй состав. Вот, ну, у них, вот, я говорю, вот, у них бум, у них 200 человек приходит. – Из Сербурга сейчас нагревает. – Да, я прям просто, ну, как бы, чтобы для сравнения, у них идет 200 человек, это в одну школу, а школа у них около 20 школ. – По городу? – Да. У них приходит 200 человек, и тренер себе выбирает 30. – Извините, и у каждой школы есть лед? – У каждой школы есть котов, свой причем. А у нас, по школу, нету своего котка. – Сколько у нас площадок расчетов? – У нас в области всего три котка. – Это Союз, непосредственно? – Союз, Дымка и «Олимп-арена». – А там, я так понимаю, что тренируются школы или школы? – Ну, школу нам предоставляют. – Кем занято это время? – Ну, вечернее время, вот, с пяти до семи. И я понимаю, как бы, у нас, как меня так, конечно, спрашиваете, в школе предоставляют лед, не то чтобы дневной, там, где-то примерно школа начинает кататься утром, то вторую смену дети учатся с восьми, там, до десяти, там, до пол-одиннадцатого, и днем, там, с двух до пяти, пяти-тридцати. Ну, видите, у нас еще какой минус, у нас дети учатся в разные смены. Вот, опять же, в других городах, в основном, все дети уже учатся в одну смену. – Ну, вроде как говорят, что мы к этому еще придем. – Ну, так интересно, да, хотелось бы уже побыстрее, чтобы мы к этому пришли. Просто было бы очень хорошо, если бы дети учились в одну смену. Собрать команду, всю команду проблематично, проблематично найти лед, чтобы собраться всей командой. Вот, лед, опять же, не дешевый, это все, опять же, на ключах родителей. – И, соответственно, вот те выезды, о которых вы сейчас сказали, в Петербург, все эти игры, это все… – Ну, вот я продолжил. Вот мы съездили в Санкт-Петербург, сыграли, потом был турнир в Пестрецах, как бы, город Казань, там удачно мы съездили, первое место заняли, там были команды из Казани. – Вы сказали, первое место заняли, первое место заняли, ребятки. – Первое место заняли. – Восемь лет, да, семь-восемь лет, ребята. – Да, семь-восемь лет. И вот последний турнир у нас был в Набережных Челнах, там, опять же, он такой межрегиональный турнир получился, там была команда с республики Башкортостан, Торос, Нефтекамск, тоже хоккейный город, там команда представлена в высшей лиге. Были эти же Олимпийские надежды, которые мы в Новый год проиграли, а здесь вот мы… – Петербург, да. – Да, Санкт-Петербург. – Тут мы их обыграли 2-0, команда очень хорошая. Потом Хозяева Набережная Челны, очень упорная игра была, ребята молодцы, проигрывали 2-0 и вырвали победу 3-2. Опять же, Казань была представлена, Республика Татарстан, здесь команда Зеланд, они тренируются на базе, где проходил, универсиада проходила, они вот там катаются, тренируются. Вот, потом была команда Вятка, город Киров, и мы шестая команда. Ну, так получилось, что мы заняли первое место в играх всех. – Поздравляю, ребята молодцы. – Спасибо. – Это тоже все получили родители? – Да, это как бы все оплачивается, но вот если не считать, как бы, родителей трат на себя, то, как бы, я примерно могу сказать, сколько на ребенка уходит на 3 дня съездить на турнир, это мы стараемся ездить, вот говорю, там, Казань, там, Набережная Челны, это 500 километров это вот расстояние, но это на ребенка уходит тысяч 6-7 только съездить на 3 дня на турнир, и это как бы… Ну, это коммерческие турниры, это понятно, как бы, это не первенство России, а на коммерческие турниры вот родители за свой счет вот возят. Это не считая экипировки, клюшки, коньки, форма, дети растут, форму менять надо. – А что ребята получают за то, что они побеждают в таких сигналах? – Ну, на турнирах мы получили, каждый получил грамоту, медальку, кубок, положительные эмоции, уверенность себе. – Об этом мы еще побольше. – Да, уверенность себе получили, ну, по итогам каждой игры там награждали лучших игроков, и по итогам всего турнира также были награждены, как бы, лучшие игроки. – Среди наших ребят есть какие? – Да, есть, как бы, вот, на последнем турнире в набережных Чувнах у нас, как бы, приз лучшего вратаря получил Сергей Половиков. – Сережа? – Да. – И семь-восемь лет? – Ну, семь-восемь лет, да, и, как бы, точно до утверждения не запомнился. – Молодец. – Да, молодец, Серега старается, вот. – Да, а, итак, подытожим, что мы сегодня уже проговорили о том, что не хватает категорически в Кирове не только спортшкол, не хватает площадок, где можно тренироваться, заниматься хоккеем, любительским, либо, вот, в секциях. Варианты, какие вы видите в выходе из этой ситуации? Строительство? – Моё мнение, в каждом районе, там, там, чистые пруды, там, солнечный берег, там… – Ну, там вроде есть коробки, которые зимой закрываются. – Это коробки, да, но коробка, когда там снега нет до декабря, так как они кататься будут, я понимаю, говорю. Просто надо строить фоки, просто четыре стены и каток, вот. Не надо там какие-то дворцы строить с трибунами. – Сколько ты примерно строишь? – Один фок? – Ой, я ведь не строитель, я как бы примерно не знаю, ну, это… это надо спрашивать у специалистов, ну, в любом случае это всё окупается, как бы, моё мнение, это окупается чем? Что дети не ходят, не шатаются на улице, они вовлечены в спорт, они будут заняты, у них некогда будет заниматься ерундой, страдать ерундой, у нас как бы подрастающее поколение будет физически развито. – Ну, и как мы себя прекрасно знаем, в хоккей играют настоящие мужчины, то есть на их характере… – Да, это как бы командный вид спорта, да. Ну, и я не скажу, что там только мужчины и мальчики играют, есть и девочки, у меня сейчас маленькие, то занимаются маленькими, есть девочки уже ходят, занимаются, и у нас в 2003 году у Евгении Андреевича Васькина занималась девочка Илона Маркова, она вообще в молодёжной сборной России играет, привлекается в молодёжную сборную России, так что и девочки занимаются, идут, лишь бы было где заниматься. – Давайте перейдём к приятным вещам, мы поговорили, сложности действительно есть, но теперь, как вы сказали, ребята «Союз» 2010 года, с сентября, вы сказали, что они переходят на бесплатное обучение, что это даёт? – Ну, это им будет даваться три раза в неделю, бесплатный лёд будет предоставляться, опять же, в школьное время, это, ну, я сейчас с родителями поговорил, там, у нас в общей сложности где-то около 30 человек, и пополам поделимся, кто-то в первую смену учится, дети там в школу своих, вот мне написали список, кто-то во вторую, значит, соответственно, кто-то с утра будет ходить, тренироваться, кто-то вечером, ну, не вечером, там, где-то с двух, с полтретьего, вот в это время у них будет лёд. – То есть уже нет более жёсткой привязки ко времени, да? То есть они могут и днём, и вечером? – Нет, нет, у нас предоставляется лёд, расписание, у нас же в школе несколько возрастов, к примеру, ну, я пример говорю, это ещё не точно, например, вот сейчас, вот 2009 год, катаются там в 2.15, вот, в 2.15, до 3.15 часа льда, соответственно, в таком возрасте детей самих, как бы, одних с формой не отпустить, соответственно, это на родителям их привезти в два часа. Родители работают, как, ну, думаете, что работают правильно? – Конечно. – Вот, проблема в этом, вот, что надо детей привозить, ну, хорошо, у нас есть в спорткомплексе, нам спорткомплекс предоставляет места для складирования формы, там, для сушки формы, это, как бы, большой плюс, но всё равно в этом возрасте проблематично детей отправить от них в такое время на тренировки, потому что родителям, опять же, придётся потрудиться привезти на тренировку. – А если мы говорим о тех ребятах, которые, ну, в силу разных обязательств не прошли этот путь с четырёх до восьми лет, не занимались всё время, вот именно, когда им уже было вот восемь, может быть, десять, может быть, двенадцать лет, решили, что хочу заниматься хоккеем, что делать? – Ну, я знаю, в случае, даже, как бы, человека, знаю, который в хоккей пришёл в десять человек, но ему было дано, и он, как бы, догнал и наверстал. – Ну, если ещё просто… – Это единичные случаи, да. Ну, это… Ну, в таком возрасте, придя в хоккей, там, в десять лет тяжело очень догнать тех ребят, которые занимаются, там, с четырёх, с пяти, с шести лет. Даже в шесть лет, в принципе, не поздно прийти в хоккей и начать заниматься. Но, если ты уже в десять лет пойдёшь, то это уже проблематично. Ты должен, там, семь-пятьей лоубу быть, чтобы догнать всех остальных. – Подождите, а как же различного рода любительские лиги, которых мы ещё в конце программы, я думаю, что успеем поговорить? А там как? Неужели это тоже все те, кто играет в ночной хоккейной лиге, это все те люди, которые тенивались с самого раннего возраста? – Нет, там есть ребята, которые только-только стоят. Ну, просто уровень разный у любителей получается. Очень, очень, как бы, разнится уровень. И те команды, вот, которые у нас ездили, «Алмаз» на всероссийский фестиваль, как бы там, можно сказать, собраны одни из лучших ребят в Кировской области. И они, как бы, доставляли Кировскую область на фестиваль в городе Сочи. – Да, команда «Алмаз» отличилась у нас. В хорошем смысле отличилась, об этом мы ещё скажем обязательно. Пока вернёмся к детскому хоккею. Напомню, что это программа «Свероспорт». В гостях у нас тренер хоккейной команды «Союз» Сергей Утровин. Вернёмся к детскому спорту. В четыре года вы говорите, вы рекомендуете давать детей в хоккей. Если стоит какая цель? То есть это профессиональный спорт, либо это какие-то намерения родителей относительно здоровья ребёнка, воспитания его характера. То есть с какими целями приходят к вам родители и дети? – Ну, тоже фанатеть не надо в четыре года. Не надо там заставлять ребёнка. Да, можно в четыре года поставить как бы на лёд его. – Да, попробовать. – Да, да, попробовать и понравится ему. Не надо его напрягать, как бы заставлять там. Ему должно понравиться. Его надо завлечь туда, чтобы он с большим желанием бежал туда на этот каток, там брал клюшку, там всё что угодно, игровой вид спорта, как бы, чтобы ему это нравилось. Дальше это идёт у нас как бы ОФП, здоровье, чтобы ему он меньше болел. Опять же, некоторые родители уже в этом возрасте видят в детях, там, Малкина, Овечкина. Вообще, даже исключить это, они должны видеть радость в глазах детей. – Огонь назад. – Да, огонь, всё. Вот это самое главное. А уже дальше, когда дети растут, не забывая про школу, про всё, дальше уже дети сами поймут, надо это им или не надо. Соответственно, родители должны немножко помогать. Вот в этом и суть родителей и тренера, чтобы они им помогали дальше расти и развиваться. И уже на выходе они уже должны как бы уже быть, можно сказать, настоящими спортсменами и в жизни, и в спорте хорошими людьми. – Вы упомянули о том, что важно помочь остаться в спорте, не уйти, когда какие-то сложности возникают. Вот, интересно, Ваш опыт как тренера. У каждого, мне кажется, с ребенка возникает иногда такое чувство, что не хочу, что это не мое, я не буду, у меня другие интересы, мне хочется пойти погулять с ребятами лучше, с друзьями. Я из спорта, либо из музыкальной школы, либо откуда-то еще ухожу. Как Вы действуете в этот момент? О чем Вы говорите с ребенком? Говорите ли? – Да, мы как бы пытаясь разговаривать, был у меня тоже и случай такой, но там опять надо понять, как бы опять же финансовая сторона встала, и как бы родителям очень тяжело. – Мы пока не берем в учет финансовую сторону, это, конечно, сложный вопрос. – Да, так, с детьми разговариваем, общаемся, как бы заинтересовываем, объясняем им, что за счет хоккея, пусть они даже не будут там профессиональными хоккеистами, но за счет хоккея они могут найти себя в жизни. Сейчас во всей стране развивается студенческий хоккей. Очень много, там, в больших городах очень много студенческих команд, они при университетах, они учатся в хороших университетах, играют. Даже я знаю случаи, где в некоторых университетах деньги ребятам платят, они этими деньгами оплачивают сами себе учебу. Я объясняю, как бы, ребятам, что пусть мы не будем все профессиональными хоккеистами, но за счет хоккея Вы можете найти в жизни друзей, хороших, верных друзей, найти себя в жизни, там, поступив в престижный университет. Ну и, соответственно, и дальше по жизни идти, как бы, со спортом в ногу, это гораздо интереснее, чем ты на улице шатался, как бы, я так считаю. Ну, это кажется, что да. А то, что Вы сказали, наверняка влияет, а еще расскажите, пожалуйста, именно личные качества хоккеи воспитывают в хоккей. Про здоровье Вы сказали ОФП, что частое пребывание, скажем так, на льду, да, тренирует и органы дыхания, насколько я понимаю, и закаляет, здоровье закаляет. Да, очень закаляет. Что касается характера? Ну, во-первых, хоккей – это командный вид спорта. Это ребенок растет в коллективе, и, опять же, они общаются, дружат. Вот, редко кто не вписывается в коллектив. Ну, они, как бы, можно сказать, уже там потом дальше и не остаются. Но, в основном, все они в коллективе общаются хорошо между собой, и на протяжении всей жизни они как бы дальше так и продолжают общаться. Это уже чувство коллективизма идет у них, поддержки. Вот, поддержка – это очень важно, потому что, наблюдая за хоккейными матчами, мне кажется, каждый ловил себе на мысль, что невозможно просто уследить даже зрителю, даже по телевизору за полетом шага, потому что настолько быстро все происходит, молниеносно просто. Выработка реакции, то есть умение вовремя быстро принять решение, причем правильное решение – это первое. Во-вторых, довериться своему партнеру, да, по звену, как-то передать инициативу. Ну, хоккей – это же такой вот спорт, там ведь не только бегаешь, как бы, и там… Ну, не только сила, нужна еще и голова на плечах, потому что без этого без головы никак. Если головы нет, то как бы тяжело. Ты можешь быстро бегать, но думать надо. Обязательно. Обязательно надо думать, это, ну, скажем так, в хоккее, как бы, умные, очень нужны. Вот посмотрите, вот Павел Децюк, ему скоро 40 лет, а в таком возрасте он, можно сказать, лучший центральный нападающий в России. Я отыграл на чемпионате мира. Те ребята, которые приходят к вам в первый раз, в чем заключаются тренировки? То есть, что из того, что мы уже перечислили сегодня, то есть умение играть в команде, скорость, ум, да, что тренируете в первую очередь? Ну, первое, кто у нас приходит на лед, соответственно, мы только-только их, как бы, обучаем, что вот лед, там, ставим на коньки, вот, а привить, опять же, повторюсь, привить любовь, как бы, заинтересовать их, там, через игру как-то. Не только хоккей, есть всякие виды, там, и эстафеты можно сделать, и, там, не знаю, там, в этот же футбол можно иногда поиграть. Интересно. Мячиком. Ну, главное, чтобы это детям нравилось, вот, и чтобы они с удовольствием шли на следующую тренировку. Вот это самое главное. А вы разбираетесь со своими командами, со своими игроками матчи телевизионные? Ну, да, сейчас у нас вот родители снимали видео, ну, просто как такового и времени пока не хватает. Ну, еще, может быть, даже где-то в этом возрасте рановато, но в дальнейшем, в будущем мы обязательно будем это разбирать, и на примере даже вот старших ребят своих 2004 года, когда мы играли на первенство в России, мы сидели перед играми, смотрели видео, разбирали это обязательно. Своей команды, а соперников? Вот как раз вот именно мы разбирали игру команды соперников, и, в принципе, нам это помогло. Мы с 2004 годом попали в группу А, как бы, с первого раза в группу сильнейших по региону, по Ложье попали. Вот, так же, как у нас вот и другие возраста, там, 2002-2003 год, точно так же, как бы, попадали туда и играли там в группе А. Вы помнили о том, что есть дарования, которые, придя в 10 лет, имеют возможность влиться в коллектив и влиться в хоккей, да? Ну, это надо быть, опять же, повторюсь, это, блин, это надо очень таким спортивным… Ну, иметь какой-то дар, талант. Это надо иметь, потому что тяжело все равно уже в этом возрасте будет догнать тех детей, которые, скажем так, там, с 5-6 лет занимаются хоккеем. Это, представляете, разница. Это как в общеобразовательной школе 4 года. Хорошее сравнение. Вот. Это же то же самое, та же школа. Спортивная школа – это та же самая, как образовательная школа. И каждая тренировка – это листочек, перевернутый листочек. И, соответственно, чем чаще ты занимаешься, меньше пропускаешь, тем толще у тебя к ними. Вот. Как определить все-таки по настроению ребенка, по его активности, подходит ему хоккей или нет? Если он сам мне говорит, ну, что там, мама, папа, отведите меня, пожалуйста, я хочу заниматься хоккеем. Ну, есть такие дети. Есть. Ну, стараешься их как-то заставляешь, там, ну, смотришь на них, они все в сторонке. Бывает, там, вот эту кучу, в эту игру не лезут, там, как-то так. Ну, ты стараешься и как-то с ними разговариваешь, объясняешь, что надо брать на себя инициативу, там, обыгрывать, все. Ну, как-то пытаемся объяснить, рассказать, как бы. А есть дети вообще даже не надо ничего объяснять, они туда, в эту кучу сломя голову летят, у них глаза горят. А если ребенок еще никогда не соприказался с хоккеем, возьмем даже сложнее ситуацию, когда он никогда не стоял на коньках, но у родителей возникает такая мысль, что, может быть, там, Сереженьке попробовать, да, поиграть в хоккей. Как понять по ежедневной какой-то жизни ребенка, по его наклонности, по характеру, что ему следует или не следует, наоборот, эти хоккей? Ну, если он спокойный такой по жизни, то я не знаю, ну, на льду это все, как бы, видно будет, когда он научится кататься на коньках, с удовольствием ли он туда идет, когда он почувствует, там, когда уже начнутся тренировки, там, с клюшкой, с шайбой, нравится ему это, нет. Это все так, тяжело сказать, как бы, это сразу вот с первых, там, двух-трех тренировок нельзя сказать. Ну, если ребенок, там, физически не развит, как вот в больших городах идет, у них же идет отбор, они смотрят в зале. Если ребенок, там, гибкий, там, ловкий, соответственно, они сразу, сразу его раз, все, мы его берем. А если ребенок не гибкий, не ловкий, там, не знаю, то уже с такими детьми тяжелее, конечно, работать, но у нас, как бы, в спортшколе с такими детьми мы занимаемся, ничего, в принципе, страшного нет. Система подготовки в кировских спортшколах отличается от системы подготовки в других регионах? Опять же говорю, по уровню обеспечения, как бы, мы немножко отстаем. Отношение тренеров к задаче? Отношение тренера. У нас тренерский корпус очень хороший. Я говорю, у нас у тренеров воспитанники есть, играют, есть и чемпионы России. Взять там Алексей Филиппович Пестов, у него есть чемпионы России, воспитанники. И, опять же, повторюсь, вот Васькин Евгений Андреевич, у него воспитанник сейчас и в Ладе Тольятти играет в юношеской команде, и девочка вот Илона Маркова вообще на чемпионате мира, на молодежном чемпионате мира играла. У нас, как бы, хороший тренерский корпус. Сейчас 2008 год тоже они ездят, там, ну, многие команды обыгрывают, и тоже вот эта моя одногодка, там, Николай Ященков тоже с ними работает. То есть даже на существующей базе, существующей в Кировой базе, возможно достижение очень высоких результатов? Возможно, конечно, да. И там уже тренера сами видят, когда кого куда-то отправить, чтобы человек дальше рос и развивался, как бы, подскажут и помогут. Так что у нас, в принципе... Отправить, извините, из Кирова? Да, из Кирова в другую команду, в смысле, в хорошем смысле слова. Помочь, как бы, найти дальше... Потому что в Кирове так и иначе нет возможности... Ну, вы же сами видите, у нас ни одной профессиональной команды нету. Ни по какому виду спорта. Вот. Так что... А дальше, чтобы дети росли, взять, к примеру, там, нефтехимик Нижнекамск. У них есть, ну, это опять же Татарстан, да, там, у них там богатый регион, у них там все хорошо. У них есть все ступени развития. Детский спорт, юношеская команда, ЮХЛ, МХЛ, высшая хоккейная лига, у них договор есть с командой высшей хоккейной лиги и КХЛ. Вот. У них все ступени для развития есть. Пожалуйста, дети смотрят на взрослых, смотрят хоккей вживую. Есть примеры для подражания. Вот они. На местном же уровне? Да, на местном уровне все у них есть. Это как у нас. Да, у них приходят, приезжают. Ну, также своих друзей подтягиваем, приезжают к нам на тренировки, проводят какие-то там мини-мастер-классы, там участвуют, фотографируются. И очень заряжают детей. Ну, да, детям это очень нравится. У нас раньше же так же было, когда Олимпия существовала. Мы ходили маленькими, смотрели в Чепецке, там, на открытой коробке, смотрели, как мастера играют. Сейчас жалко этого нету. Хотя очень хотелось бы. Приходится детям смотреть, опять же, любительскую хоккейную лигу. Вот, да, переходим как раз к любительской хоккейной лиге, к ночной хоккейной лиге. Что-то еще хотели сказать? Нет, как бы я в плане того, что про детей еще 2010 год как бы. Ребята молодцы, стараются, ходят. Родители молодцы, заинтересованы в этом виде спорта. Родители, мне кажется, нужно постараться. Да, родители вообще молодцы, как бы у меня, говорю, слов нету. Я смотрю, просто они стараются, они не пропускают тренировки, таскают форму у детей. Я уже, правда, пацанов заставляю самим форму таскать. Конечно, 8 лет уже мужчина. Ну, как бы, родители все равно в поездке, в полном составе. Каждый там ездит, все болеют активно. Вообще здорово, как бы, и это заряжает. И я думаю, что эти победы, это большая заслуга родителей. В том числе, наверняка. И расскажите о дальнейших планах команды 2010 года. Ну, мы будем готовиться. Сейчас у нас как бы где-то около 30 человек. Соответственно, где-то лет, я сейчас не помню, где-то в 10-11 лет начинается первенство России будет начинаться. Нам пока еще 80. То есть два года у них есть? Да. Мы будем играть в этих же, там, участвовать в соревнованиях. Там, золотая шайба. Какие-то в коммерческих этих соревнованиях ездить, участвовать. Вот. И будем готовиться, как бы, к первенству России. Опять же, в первенство России, там, ну, кто-то попадет в заявку на первенство России, кто-то нет. Ну, мои, как бы, планы, опять же, там, сделать две команды, чтобы одна команда участвовала в первенство России, кто туда не попадает, чтобы у них стимул туда попасть будет. А кто не попадает, они будут участвовать на золотой шайбе. Ну, это, опять же, пока мои планы. Посмотрим, как это все дальше будет выглядеть. А как решается, попадает в заявку на это? По уровню игры, по уровню самоподготовки, как они, как они могут, скажем так, так, за красивые глаза туда брать не будем, в основном, как бы, в команду, которая будет участвовать. Так, кто хочет, кто может. Только так. Спортивный принцип. Сезон у вас осенью, ты понимаешь? Да, у нас сейчас уже все заканчивается. Остается последнее, наверное, вот, пару тренировок на льду. Потом мы еще с ними поиграем в футбол, и там, мы их отпустим, как бы, отдыхать. Ну, где-то с августа месяца они снова начнут готовиться. Август месяца они еще будут, так, платная группа. А с сентября уже, как бы, разговор состоялся уже всего с сентября. И, как бы, они переходят в школу. В августе где-то будет готовое расписание, примерно. И с сентября месяца они уже начнут... Это все 30 человек? Ну, большинство, скажем так. Потому что... Все-таки конкурс уже появляется, да? Ну, чем больше, тем... Хотелось бы еще больше уже какой-то конкурс, отбирать детей там, как бы, вот. Ну, пока на данном этапе мы берем всех. Замечательно. Так, с детьми мы разобрались. Молодцы. Еще раз, ребята, поздравляю с победой. До новых побед. Итак, ночная хоккейная лига. Недавно буквально вернулись вы в пятницу. Да. Тренировали вы команду «Алмаз». Расскажите, пожалуйста, об этом турнире, об этом чемпионате, который проходил в Сочи, где присутствовал, еще принимал участие Владимир Владимирович Путин, насколько я понимаю. Да. Наш президент, да, играет в хоккей, как бы, в принципе, достаточно для силы, скажем так. Но, несмотря на это, хоккей ему разговаривает. Как бы, да, он, в принципе, не так давно встал на коньки и, как бы, ну, скажем, молодец. Как бы, все работает, старается, как бы, в этом плане развивает хоккей, любительский хоккей. Вот. А турнир также он проходит всю зиму, как бы, осень-зиму. Где-то весной мы закончили это первенство Кировской области. Там участвовали команды «Салют», потом команда «Алмаз», команда была «Лига денег» и команда «Уралхим», город Кирово-Чапецк. Четыре команды. Ну, и команда «Алмаз» выиграла. В принципе, турнир такой достаточно сложный. Все команды старались, боролись, как бы, за путевку в Сочи. Вот. Но победил «Алмаз», как бы, съездили мы в Сочи. В том году мы тоже… А вы изначально были тренером «Алмаза»? Ну, я уже с «Алмазом», где-то работаем, года, наверное, четыре, наверное, мы уже с ребятами работаем. Там тоже есть человек, который помогает. И частично… Ну, не частично, а финансирует. На его плечах все это, как бы, лежит. Если, конечно, можно было бы сказать, я бы как бы сказал. Это можно говорить? Я не знаю. Мы не против, если… Нет, но есть такая у нас сеть шамонтажей «Автоспасатель», в частности, Александр Люнин. Он, как бы, содержит команду «Алмаз». Как здорово. Вот. Все на его плечах. Он же помогал мне. Ему большое, огромное спасибо. По детям. Когда мы играли по 2004 году, он оплачивал судейство. Вот. Как бы, Александр в этом плане очень… Да, спасибо. …фанат, молодец, как бы. Он сам играет в хоккей. Так что… Он принимал участие в играх в Сочи? Да. Два года вот уже, как бы, мы участвовали. Мы в том году выиграли, съездили в Сочи. И в этом году также точно, как бы, ездили и принимал участие. Стараются, как бы, не занимать ему желания, как бы… Здорово, что есть такие люди, которые… То есть сам играет и даёт возможность другим поиграть. Это очень круто. К сожалению, время наше заканчивается. Давайте, результат, да, с которым вы в Сочи съездили. Результат. 16 место из 32 команд. Конечно, хотелось бы лучше, но… Ну, это лучше, чем в прошлом году. Это лучше, чем в прошлом году на две ступеньки. Вот. Ну, хотелось бы. Будем стараться и будем ещё добиваться больших успехов. Да, Сергей Ильич, спасибо большое. Удачи по всем вашим направлениям, по взрослым и по детским. Будем ждать вас вновь с чемпионами, с представителями ваших команд, чтобы они уже рассказали, как они на своей шкуре всё вот эти вот муки выносят, через что они проходят, для того, чтобы действительно играть настоящий хоккей, показывать результаты и радовать своих близких, своих фанатов, да, и тренер, конечно же. Итак, это была программа «Свероспорт». Работала у микрофона Вера Власова. В гостях был тренер хоккейной команды «Союз» Сергей Утробин. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова